Так, что, всем привет, вы на канале CryptoCommons, смотрим, что произошло у нас со вчера. Биткоин отпрыгнул наконец-таки, отпрыгнул, но если отдалиться и посмотреть, мы понимаем, что нифига он еще не отпрыгнул, мы все еще ниже 40 тысяч и все еще в локальном даунтренде. Но, тем не менее, происходит сила на стороне быков, вот я не обновлял страницу CoinMarketCap со вчера, давайте посмотрим, триллион семьсот, триллион семьсот сорок семь, немного прибавила капитализация, еще нельзя сказать, что это прям окончательная победа быков, мы все еще видим гигантское снижение по многим монетам за неделю и не видим какого-то офигенного прироста даже за день. Но, друзья мои, именно так и начинаются булраны, если вы помните. Все думают, что это отскок духлой кошки, начинают, продолжают шортить и так далее. Видите, как полезно было сделать видео, которое я назвал «Биткоин мертв» и обсуждал там в том числе и медвежий сценарий? Хотелось бы внести некоторые поправки. Вчера я показывал график эфира к доллару и говорил про видео Бенджамина Коуина, но на самом деле я был немного уже уставший и попутал, что Бен показывал график эфира к битку, и здесь очень наглядно видно на недельном таймфрейме. Посмотрите, эфир к биткоину – это как бы вообще-то флагман всех альткоинов, то есть это считай график доминации биткоина, только наоборот, да? Вот, посмотрите, похоже же, да, на график доминации биткоина. Смотрите, в чем фича. Недельный таймфрейм, сетка EMA Ribbon, эфир к биткоину определенно находится в бычьем тренде, как и находился здесь, но тут это не помешало ему в 2016 году, вот то, о чем я говорил вчера, ребята. Это Бен натолкнул меня на эту мысль, но я сам об этом тоже часто думал. Посмотрите, в 2016 году в середине булрана по эфиру к битку, и по многим альтам к битку, кстати, была очень большая коррекция на 80%, друзья, после чего это не помешало ему вырасти еще. Посмотрите, что было. У нас здесь была повышающаяся поддержка. Давайте на всякий случай вырубим EMA Ribbon. У нас тут был тренд повышающихся минимумов и понижающихся максимумов. Такой треугольник, который по школе должен был пробиться наверх. Но что мы увидели? Он не удержал поддержку, пробился вниз, очень сильно пробился вниз, чтобы вы понимали. Сквизанул всех лонгистов, и после этого мы увидели настоящий булран. Что мы видим сейчас? Посмотрите, очень-очень похожую ситуацию. Первая волна, и пошла вот эта коррекционная АБЦ. Здесь тоже вот она, первая волна, и посмотрите, тоже повышающаяся поддержка. И не такие, конечно, понижающиеся минимумы. Но тем не менее, что если эта поддержка все-таки будет пробита? Я сейчас просто рассматриваю этот сценарий, ребят. Я сам верю в To The Moon и в то, что мы прямо с текущих взяли и улетели. Но, как показывает практика, бывает всякое, и может случиться и вот так, по многим альткоинам. Как и по Dash, кстати, было, и по лайткоину. Поэтому, что если мы еще соберем вот так ликвидность и полетим? В каком случае это произойдет? Это произойдет в том случае, как раз если сейчас биткоин начнет пампиться к доллару сильнее, чем альта. И мы, в принципе, это сейчас с вами и видим, на самом деле. Вот конкретно сегодня мы видим, что биток летит лучше. То есть эфир к доллару может расти в этот момент, понимаете? Но к битку он будет падать, поскольку биток, например, вырастет, там, грубо говоря, в два раза, а эфир в полтора. Вот что. Поэтому следить нужно обязательно за альтами к биткоину, друзья, и подбирать их на хороших уровнях. Вчера, кстати, еще когда шло падение, шло падение к доллару, альта к биткоину вся росла. Я делал именно в телеграм-чате, в нашем, вот такой вот пост. Вот такой вот пост. Альты к битку, гриндей, трон впереди планеты всей. Давайте, кстати, трон тоже посмотрим. Что да, ребят, на падении к доллару альты к битку росли, в принципе, все. Особенно троник. Сейчас же мы видим, что к доллару все растет, а альты к битку падают. О чем это нам говорит? Ну, трон, кстати, не падает. Вот, 200 сатоши уже. Трон, поздравляю всех трон-ходлеров. Трон пока еще тоже толком-то даже не вырос. Просто показывает неплохой импульс, зарождающийся импульс. О чем нам говорит такое движение, ребят? Что когда рынок к доллару падает, а альты к битку растут, это значит, что люди, крупные игроки, не выходят в тезер. Они выходят в альткоины. Значит, они знают, что мы в булране. Им не нужен тезер. Они потом на альткоине делают больше биткоина в момент падения к доллару, а потом снова переходят в биткоин. Ведь задача, в принципе, любого альткоин-спекулянта, альткоин-трейдера, даже альткоин-ходлера, давайте будем по-честноку, сделать больше биткоина. Если вы, конечно, не свято верите в монету, до победного именно в какой-то проект. Но в целом, я думаю, в биткоин-то все верят еще больше, поэтому давайте не будем лукавить. О, аудио, кстати, к доллару сильно хорошо просело. Вот, поэтому нам нужно смотреть с вами на голубые фишки. Вот, например, Dash BTC. Посмотрите на это. Ну, это просто уже неприличное, долгое нахождение под дном. Dash BTC находится на своих исторических, друзья, лоях. Исторических лоях, посмотрите, на которых он находился последний раз в 2014 году, друзья. В 2014, мать его, году он находился там к биткоину, понимаете. Это просто подарок для долгосрочных, да уже даже, я думаю, для среднесрочных, и, возможно, даже краткосрочных спекулянтов. Опять же, у нас здесь желтая точка к биткоину. Это очень сильный сигнал, и мы лежим на этом же уровне, где была эта желтая точка. То есть, вот мы рисуем двойное W, заходное, с вылетом туда. У Dash к биткоину один из самых крутейших потенциалов, ребята, в плане иксов. И то, что его сейчас, куда-то он пропал с Bybit, и так далее, и тому подобное. И с Poloniex его убрали, с маржинальных торгов. Это отличный сигнал на то, что будет очень сильное движение по нему. Тем более, команда разработчиков там тоже зашевелилась вроде как. Вот, и очень важно смотреть пары, на самом деле, альтов к альтам даже. Например, посмотрите Dash к эфиру. Dash к эфиру еще более интересен, потому что эфир-то рос в этом сезоне, будьте здрасте, посильнее биточка. И посмотрите, где Dash к эфиру находится. Он на еще больших лоях. И вот мы тут накидывали фипку. Желтая точка была вот здесь, мы ушли ниже нее. Это аномальный эффект, говорящий о том, что мы точно вернемся выше нее. Ну, как бы это затяжное двойное дно. Короче, по Dash к эфиру тут цель, ну, просто десятки иксов, ребят. И она все еще, эта цель, если она была вот здесь, то почему она вдруг перестала быть вот здесь? Вы поймите, здесь все орали, да, гринь, ты прав, мы все заходим на всю котлету в Dash. А здесь все говорят, гринь, ты гонишь, короче, все, это скам, ничего не будет. Чуваки, посмотрите на график доджкоина год назад, на график рейвенкоина, на график эфир классика. Такая же была ситуация. Все, кто накапливали и здесь, и здесь, и здесь, в охренительном плюсе вышли вот здесь, здесь и здесь. А все, кто ныли вот здесь и продавали, вышли в минус 50% и более. Поэтому не надо ля-ля. Лайткоин к биткоину то же самое, гигантский падающий клин, еще даже не пробился. С точки зрения захода у истоков тренда, это одна из лучших сейчас, пожалуй, ситуаций. Лайткоин к эфиру, опять же, еще более такая же фигня. Выглядит как конченое говно, я покупаю. Я всегда покупаю, когда выглядит как конченое говно, чуваки. Это дает лучшие плоды, лучшие иксы. Вот. Про додж, помните, как было? Старые альты понятнее торговать, у них видны уровни. Додж лежал в этом боковике много-много лет. И вот здесь его все хоронили. Помните, да, этот момент? Те, кто троллят сейчас, что я типа, что все мои прогнозы мимо, что я загоняю только в минуса. Чуваки, мы вот здесь накапливали доги. И по 40, Сатоши, и по 30, и по 20, и по 15. По 40 все говорили еще, ну да, может быть, а по 20 продавали, и по 15 говорили, вы что, офигели, мы уже половину потеряли. Дальше что? 1200 Сатоши. 1200 Сатоши. Естественно, не все забрали это все движение, но вам хватило, даже если вы вот так вот разгружались, даже если вы тут разгрузили 10 иксов, вот это движение, это 10 иксов, а вот это 100 иксов. Вот это все, это 100 иксов. Причем к биткоину, чуваки. Поэтому доги сейчас не надо брать. Вы что, посмотрите, доги в даунтренде, он по-любому идет обратно куда-то туда. Может быть, он от коглых дохлой кошки, и я его только шортить начну. Как и новые все альткоины тоже. Кто говорит, что я там что-то не говорил вам, чуваки. Я вам говорил, Салану шортить по 200 вот здесь, помните? Вот здесь вот я говорил. Она сходила на 240, на 250, все смеялись, говорили, ну сейчас ликвиднет. Я ее сам не шортил, я не люблю шортить, бычий рынок. Но я понимал, что она упадет, потому что она стоила недавно меньше доллара, блин. Ну как бы, чуваки, актив дал 200 иксов. Вот я рисовал потенциальный, возможно, отскок дохлой кошки. Он в итоге случился еще меньше, самый меньший, вот до 23 фиба. Не знаю, возможно, она прямо сейчас отсюда, от текущих пойдет тут за дно. Потому что, чуваки, там все, кто залетали в Салану вот здесь, ну им грех не разгрузиться даже здесь об вас. То же самое касается и других монет по типу сэндбокса. Такую же абсолютно динамику он показал. Вот, посмотрите. Тоже я вам говорил, чуваки, метавселенная, это прекрасно, но не надо залетать на хаях. Не надо залетать на хаях. Но вы все равно делаете наоборот. Я надеюсь, что не все вы, но многие из вас это делают. Поэтому тут уж извините, как бы, природа человека такая. Я тоже иногда, меня тянет купить, когда уже растет, и продать, когда падает. Но надо сидеть, надо проявлять выдержку и не дергаться. Трон, смотрите-ка, трон реально очень хорошо к доллару удерживает поддержку, вот эту восходящую, которую мы вот так рисовали. Трон находится в аптренде сейчас уже, в зарождении аптренда. Да, у него есть повышающиеся минимумы, закругление вот этого движения. Смотрите-ка, сила продавца иссякает, сила покупателя появляется. Плюс у трона другая хорошая вещь. У него появился на борту новый стейблкоин, USDD. Вот у меня в тронлинке он тоже добавился автоматом. Они запустили свой стейблкоин, помимо USDT, которого все пользуют на троне. В общем, это положительно, я думаю, скажется на цене. Трон к доллару-то уже как бы пошел, получается, да, наверх. А трон к биткоину, посмотрите, только-только пробивается из этого треугольника, за которым мы с вами наблюдаем уже год. Год мы наблюдаем за ним. И вот эта зеленая точка, она, конечно, не желтая, но тоже, по сути, имеет практически такую же силу. Сигналило нам, что с высокой долей вероятности вот это было дно. И посмотрите, мы пробиваемся из этого треугольника, поэтому трон... Ребята, здесь ракета просто, я думаю, заряжена такая, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот, посмотрите, как он ходит. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, как он ходил. Друзья, ну тут... Слушайте, я сейчас закончу этот выпуск и побегу, походу, покупать трон. Смотря на это, ну это очень круто. У меня есть, конечно, на споте трон какой-то, но я думаю, что можно взять и маржинальную позицию по нему. И манерка. Посмотрите, манерка тоже отсигналила желтую точку нам буквально с вами недавно к биткоину. XMR-чик. XMR-чик отсигналил нам желтую точечку вот в этой зоне. Это очень сильный сигнал, но он не значит, что мы прямо сейчас сразу идем в тузамун. Мы можем как по дэшу сделать еще вот такую штуку заходную и потом только пойти в тузамун, хоть на медвежьем рынке на следующем. Но это значит что? Что это по-любому среднелокальное дно, что мы по-любому окажемся сильно выше этих значений. Этот сигнал на недельках и на дневках, но лучше всего, конечно, на недельках и на месяцах отрабатывает идеально. Просто посмотрите на любой истории любой монеты и вы увидите. Иногда мы спускаемся чуть ниже еще. Как по XRP вот здесь, посмотрите, у нас была желтая точка по XRP к битку, но она отработала, мягко говоря, хреново. Она еще не отработала просто. Мы спустились ниже и нарисовали, похоже, что вот такие вот гигантские головая плечи, возможно. Это было связано с этим судом тековским. Но о чем нам это говорит? Мы уже снова на этом уровне, и это говорит нам о том, что мы явно окажемся сильно выше, чем эта желтая точка. Вот я изучил кучу графиков с этим Cypher, и не только крипту, и фонду, и все дела. И, ребята, они реально отрабатывают, особенно на недельках. Посмотрите сами. Посмотрите обзор по Cypher, если вас интересуют эти желтые точки, вот там появится обзор по Cypher. Правда, в нем все, кроме желтых точек, я объясняю. Скоро буду делать новый обзор по желтым точкам именно. Но тут и так все понятно, они показывают абсолютное дно. В очень большой выборке случаев оно действительно отрабатывает. В очень большом процентном соотношении. Ну вот и все, собственно, на сегодня, друзья. DXY все еще херачит наверх, но я думаю, что пора бы ему уже и честь знать. Посмотрите, как он улетел. На дневке мы с вами на него смотрели вчера. Он еще даже падать особо не начал, но я жду по нему хотя бы вот такую коррекцию. А вообще, в идеале, друзья, вот такую коррекцию с полноценным бычьим рынком крипты. И напишите в комментариях, чего ждете вы, какие у вас ожидания, как вообще у вас настроение, в каких вы позициях, активах на споте, на марджине, альты, биток, тезер. Интересно знать ваше мнение. У меня по сделкам все то же самое. Начал открывать небольшой лонг по золоту вчера. Не успел взять от 78 фибы. Беру вот до золотого кармана. Потихоньку набираю. Плечо огромное. Дисклеймер. Не повторять это дома. Сейчас буду потихоньку разгружать, скорее всего, другие позиции. И держать золото. На байбите тоже держу. Биттао, биток, эфир, XRP, дот, лайткоин. И на кукоине держу позицию по дэш. 700 монет, пока не разгружал. Плюс уже на 3000 долларов. Все ссылки в описании. Торгуйте аккуратно, с холодной головой, с риск-менеджментом, с расстановкой. Кстати, платформа Candle Wave, на которую тоже ссылка в описании, отсигналила на покупку на 4 часах, ребята. Кто и пользуется. Вот тут сильные ордера, отработали. И похоже, что мы идем. Мы идем наверх. Как только появится сигнал на продажу, дам знать в Телеге. Или ребята наши дадут, если будут онлайн. Так что подписывайтесь к нам обязательно в Телегу. Всем профит роличек. Хорошего настроения. И до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok